Ребята, всем привет! У нас сегодня с вами на обзоре Мираторг бургеры. Я очень голодная. Если честно, я ждала эту доставку целый день. Ну, как бы я там занималась своими делами и всякое такое. И вот, наконец-таки, доставка пришла, и мы можем поесть. Давайте вместе с вами попробуем открыть. Во-первых, я хочу сразу сказать, там три вида бургера. И они все с разными котлетами. Они все с говяжьими котлетами. Но какая-то там сухого вызревания, какая-то... Ну, в общем, сейчас все расскажу. И картошечка. Давайте, во-первых, попробуем картофан, потому что я очень голодная. У них картошка по-деревенски. Слушайте, цены я где-нибудь здесь помещу. Но в среднем, по-моему, 189 рублей она стоит. Нет, кетчуп. Картошка вкусная. Я почитала, на самом деле, много положительных отзывов на Мираторг. Я просто, знаете, листала доставку и думала, что заказать. И смотрю Мираторг. Я сама ни разу не пробовала их бургеры. И мне стало интересно. Картошка отличная, знаете, не пережаренная. Хорошая картошка. Так, давайте я по названиям сейчас пройдусь. Как, что называется. И что с чем. Сейчас будем открывать и смотреть. Так, ребят, наконец-то я нашла бургеры. Давайте начнем. На самом деле, я долго думала, какое заказать. Потому что там мне многие хотелось попробовать. Но давайте начнем. Во-первых, хочется сказать, что вот это самый дорогой. И он стоит 569 рублей. У него калорийность 964 калории, ребятки. Давайте посмотрим, как вообще это у них сделано. Ой, красиво. Они уже немного подостыли. Ну, естественно, да, как бы. Вот такая вот булка, такая котлета. Ну, интересно. Слушайте, в принципе, неплохо. Что здесь из такого особенного? Почему он самый дорогой? Типа это мраморная говядина сухого вызревания, ребят. Котлета такая вот. А еще тут соус чимичури. И, собственно, вот его особенность. Давайте посмотрим теперь вот этот бургер. Бургер чемпион. Он стоит 525 рублей. И уже калорийность его 1153 калории. Ребята, если честно, я в шоке. Я тут стала смотреть калорийность продуктов. И я, если честно, в огромном шоке, что такие жирные вот эти все вкусные вещи. Такие калорийные. Так. Бургер чемпион. Чемпион, да. Давайте его посмотрим. Ой, ну мне вот этот, кстати, больше нравится. Я вообще люблю, когда в бургере, знаете, много салата. Потому что он добавляет сочности. И тут котлета из мраморной говядины без вот этого сухого вызревания. За что мы заплатили вот здесь чуть-чуть заплатили. И бургер телячьей нежности, ребят, он тоже с особой котлетой. У него здесь котлета из розовой телятины. То есть там была говядина, это телятина. Ребят, на самом деле я очень люблю коров. Я вообще думаю, стать вегетарианцем. Ой, ну вот это красивый. Посмотрите, какой он. Слушайте, все привезли. Достаточно быстро мне. Буквально за полчаса. Но это все, конечно, в зависимости от того, вообще близко от вас доставка или нет. А давайте пробовать. Наверное, я хочу начать с телячьих нежностей. Вот с этого. Он без помидорчика, без огурчика. Но, в принципе, ребят, посмотрите, какая красота. Все, начинаем кушать. Я уже не буду вам ничего показывать. Хочу, знаете, разрезать напополам. Так, ну что? Нож грязный. Как так? Знаете, как Бритни Спирс. Так, не бойтесь. Это фейковый нож. Он не острый. Блин, как-то у меня так испачкалась ручка. Неприятно. Ладно. Так, ну что? Режем. Ребята, очень красивый бургер, на самом деле. Прямо мне нравится. Я вам покажу разрез и будем пробовать. Он тут с этими, знаете, с перчиком. Ну, красота, ребятки мои, красота. Вы видите, да? Это самый бюджетный бургер из всех. Из наших троих вообще. Это самый, я взяла, дорогие. Но из наших троих. Это самый бюджетный. Давайте его пробовать. И самый, по-моему, низкокалорийный. У него интересный соус. Соус у него, знаете, не бургер. Он такой... Сейчас посмотрим, что это за соус. Неаполитанский соус. Знаете, вкусно. Во-первых, вот наверняка вы пробовали фарш Мираторг, который продается в пятерочке и так далее. Я пробовала из него делать котлеты, и это получается вообще невкусно. Но здесь другая котлета, и она вкусная. Она мясная. Мне не хватает немножко, знаете, может быть, кетчупа. Или соуса чизбургера или как-то. Который, в общем, более для бургера. Но в целом, это хорошие котлеты. Это нормальная булочка. Сейчас бургеры стоят в среднем 600 рублей в Москве. И бывает возьмешь, абсолютно невкусно. Попробуйте Мираторг. Да. Мне надо будет другие бургеры еще попробовать, да. Но пока мне он понравился. Из последнего, что я пробовала из бургеров, это очень неплохо. Терячьей нежностью мы ставим, ну, крепкую, знаете, восьмерку-девятку. Пьем сладкий чай. Просто сладкий чай, потому что это и так уже все жирное. Еще это колу. Нет. Так, давайте попробуем бургер Чемпион. Кстати, терячьей нежности 741 калория. Вот в этом бургере 1153 калория. Да, открываем. Открываем, ребят. Ну, красота. Ну, видите, какая булка. Ну, то есть булочка, ребят, посмотрите, какая мягкая. То есть это не булка, вот как покупная, знаете, которая еще раскисает. Нет, это прям хорошая булочка. Булочка просто отменная. В бургере очень важна булка, на самом деле. И здесь она, ну, нормально, она на уровне здесь. Видите, как она не мнется, она держит форму. Ну, прекрасная булка, на самом деле. Я думала, будет хуже. И я думала, будет намного хуже. Пока что мои ожидания оправдались на 100%. Даже вот так. Что особенного в этом бургере? Стоит 525 рублей. Здесь котлеты из мраморной говядины. И тут грейп соус с дымком. Типа это вот его такая особенность. Вообще он с беконом. И мы это сейчас будем с вами смотреть. Ну, ребят, я считаю, вы видите все сами. Посмотрите, соус прям течет. Это топ. Ребят, это топ. Блин, вау. Знаете, мне во всех них немножко не хватает соли, как будто бы. Может, так кажется, прям хочется чуть-чуть подсолить. Давайте я это сделаю. Возьму, попробую чуть-чуть подсолить. Хотя тут маринованные огурчики и вот все такое, соус. Но мне как будто бы не хватает соли, правда. Так, солим. Чуть-чуть буквально. Это может было не чуть-чуть. Да, в подсоленном варианте получше. Здесь кафе это не такая вкусная, чем вот в террористических нежностях. Здесь было лучше котлета. Эта котлета более жирная. Такая, знаете, больше похожа на Мираторг. Но все равно это не те котлеты, которые они продают в формате в магазине для бургеров. Это другие котлеты. Это котлеты намного более высокого класса. Чем вот те, которые, знаете, за 150 рублей продаются. Две штучки. Их невозможно. Ну, то есть я делала с ними бургеры. Это невкусно получается. Это котлеты другие. В целом, этот бургер мне нравится чуть больше. Потому что, несмотря на то, что у него может быть не такая вкусная котлета, но именно то, что здесь больше соуса. Тут есть вот такой соус более сливочный. Мне это ближе. Вот. И как-то здесь посочнее. Ну, ребята, я в восторге. Я не знала, что будет так. Я думала, привезут, знаете, такие. Ну, еще же они чуть не остывшие. У меня нет микроволновки, чтобы подогреть их. Я не стала класть в духовку, ребята. Ну, потому что, поймите, я еще положу в духовку. Они у меня все расклеятся. Верхушка подгорит. Вся зелень сомнется. Поэтому лучше есть так. У кого есть микроволновка, на 30 секунд, на 45, можно их поставить подогреть, будет вкусно. То есть, они действительно хорошие. Так, и наш самый дорогой бургер. Но не самый калорийный. Вот этот самый калорийный. Dry Age. Тут у нас котлета из мраморной говядины. Тоже, но сухого возревания. Скажу так. Телятина. Котлета мне понравилась больше, чем вот эта. Вот эта. Сейчас сравним, что такое сухое возревание. Особенность еще этого бургера, что здесь соус чимичури. Знаю. Какой-то, мне кажется, мексиканский соус. Пишите, если вы знаете, что такое соус чимичури. Опа! Ребята, тут соус чимичури у нас размочил. Нижнюю булку. И она немножко, ну так, короче, расклеится. Расклеивается. Ну, вот он сам этот соус. Давайте пробовать. Пока он не развалился окончательно. О, жирок прям. Ну, ребят, бургеры. У нас с вами бургеров не было сколько лет? Сто? Тем более таких. Пишите, кстати, что хотите на следующем банк. Так, возможно, возможно, что-то будет интересно. Вот. Так, ну что, разрезаем, да? Бургер. Ну, булки реально радуют меня. Котлеты радуют. Все радует. Так, смотрим. Ну, вот булка раскисла вообще тут очень сильно. Ребят, прям я вот так вот ее переверну, что это невозможно. Она просто превратилась. Ну, вы видите. Но, тем не менее, да? Мы видим котлетку. Мы видим количество начилки. Мы видим верхнюю булку, которая прекрасно тебя чувствует. Так. Давайте пробовать. Фух. Уже наелась. Ну, блин, понятное дело. Я съела. Ну, тысячу калорий я уже съела. Поздравьте меня. Самый дорогой бургер. Пока не поняла. Котлеты здесь получше. Знаете, она не такая жирная, как вот эта, как будто бы. Немножко более структура мяса чувствуется. Но вот эта игра с соусами. На самом деле, хотелось мне еще заказать обычный чизбургер. Но подумала-подумала и решила проэкспериментировать. То есть, здесь все бургеры с каким-то таким интересным соусом. Они необычные. Там есть обычные чизбургеры. Но мне вот было интересно попробовать такие авторские. И это правда интересно. Вот. Но я предпочитаю обычный соус для бургеров. Который вот в Макдональдсе, в Биг Тейсте. Но там соус Биг Тейст, а есть еще соус для бургеров. Как называется? Ребят, напишите в комментариях. Я забыла. Понимаете, здесь чувствуется лук. Здесь чувствуется эта зелень. Я не понимаю, откуда здесь тысяча калорий. Он же просто легкий. Ну, мне нравится. Вот этому я, знаете, это мой фаворит. На самом деле, это девятка. Но это восемь, наверное, семь. Тут, знаете, тут, конечно, на любителя. Тут вкусная котлета. Тут прикольный этот соус. Тут много лука. Тут есть сыр. Тут есть. Оно немножко не мое. Он просто, знаете, немножко такой, как будто бы слегонца ппшный. Хотя это абсолютно не так. Просто из-за этого зеленого соуса такое есть впечатление. Поэтому, если вы любите свежесть, да, такую легкую в бургере, вам сюда. Если вы больше по классике, вам вот сюда, либо вот сюда. У нас макарято. Вкусно. Ребят, поедаем на камеру. Такой, как вам обзор. Обзор мукбанг. Ну, мне на самом деле такой формат интересно. И снимать. Не знаю, как насчет смотреть. Снимать такой интереснее. Потому что ты, ну, не просто, да, что-то рассказываешь. Это конкретно касается этого видео. Это кому-то может быть даже полезно. Вдруг вы захотите зайти в Мираторг и съесть бургер. Я вам рекомендую телячьей нежности. Понимаете, может быть, что в том дело, что я ем их холодными уже. И, конечно, горячие. Это другое дело. Поэтому идеально, конечно, идти и есть. Но если вы, как я, вам неудобно, можно заказать. Они, правда, хороши. В общем, знаете, как я скажу. Я отдаю на ваш суд вообще. Эту историю. Напишите, кто там был. Я, съев полтора бургера, скажу, что я очень наелась. Естественно, одним бы я тоже наелась. Картошка была взята просто по фану. Хорошо, что я не взяла ничего больше. Но она, правда, тоже хорошая. То есть она... Я не помню, какая была в Макдональдсе уже. А так я не могу сказать, что это как в Макдональдсе, не в Макдональдсе. Но это вкусная картошка, она очень жирная. Не, она не как в Макдональдсе. Она, знаете, она жирнее. Она прям жирненькая. Ну, может из-за того, что она более натуральная. Ребята, скажите, как вам вообще такой формат? Я видела, что вам понравилось с конфетами. Мне многие писали, сними продолжение. Продолжение с конфетами обязательно будет. И я бы... ну вот мне еще интересно снимать такой формат. Обзор какой-то еды, которую я не пробовала заказывать. Смотреть. Пишите, как вам такое. И я думаю, в скором времени ждите обзорчик подарков новогодних. Вот. Поэтому не переключайтесь. Подписывайтесь. Пишите ваше мнение, какой бы бургер попробовали. В целом все. Вот такое вот видео. Ребят, не хочу даже с вами прощаться. Поэтому заходите в Телеграм. Там будем встречаться. Все, у меня уже сверлят. Давайте. Пока.